Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала, зрители, случайные посетители, коллеги, ну и просто любители раскладов Картаро онлайн. Сегодня у нас будет очередной расклад на тему, на нашу излюбленную тему. Позвонит, напишет ли, стоит ли вообще его ждать и стоит ли писать, стоит ли первые предпринимать какие-то шаги. Ну, если стоит, то какие, тоже посмотрим. Будут 4 варианта, кто хочет выбирать визуально. Будут 4 колоды, это будет первый вариант, второй вариант, третий вариант и четвертый вариант. Загадываем, можем выбирать колоду, можем выбирать номер. Ну что, не будем тратить время, начнем. Постараюсь, как можно, развернуть, посмотреть, подробнее посмотреть вопросы. Так, ну что, первый вариант. Позвонит, напишет ли нам человек. Ну что, человек расстроен, человек очень сильно переживает. Человек не хочет, на самом деле, в данный момент не хочет общаться. Он закрылся, он ушел в себя, в четверках кубков, я еще называю эту карту, люблю называть ракушку, спрятался в свою ракушку. Ему никто сейчас не нужен, он переживает, переосмысливает все, что происходит, все, что произошло между вами. Ну, действительно, человеку очень тяжело, он сейчас ничего не хочет. Ну, сейчас, наверное, нужно побыть самим собой. Ну, вот дополнение. Да, все-таки выпал император, вот какая, знаете, гордость такая императорская. Писать он сам не будет, звонить. Потому что какое-то время, даже не столько гордость, первая карта все-таки у нас была четверка кубков. Ему нужно, ему нужно самому разобраться. Он, знаете, так просто спрятался, спрятался, отошел. Ну, и плюс, конечно, еще вот характер. Даже если будет хотеть написать, либо позвонить, он этого не сделает. Потому что, ну, потому что он император. Так, а стоит ли ждать вообще мужчину? Что это ждать? Семерочка мечей. Ну, давайте еще достану. Все-таки карта такая. Ну, смотрите, если он вернется, да, а он может вернуться, и у вас еще могут продолжаться отношения, причем длительный период времени, но будут, знаете, какие-то такие ситуации нечестные в отношении. Человек будет обманывать, человек будет выкручиваться, человек будет постоянно как-то извиваться. Никогда не будете знать, правда, неправда, что вообще происходит. Будет пропадать. Причем это будет очень долго. Ну, знаете, если все это вытерпите, если сможете как-то через свою мудрость все это, знаете, найти к нему какой-то подход, может, с помощью своей женской мудрости. Потому что Туз Жезлов, он всегда говорит о начале какого-то нового этапа, причем на таком физическом уровне. Ну, также карта, конечно, сексуальных отношений, карта страсти, карта желаний. Ну, и, конечно, нового начала, причем такого, знаете, в физическом плане. То, что это какие-то мысли, эмоции, это вот конкретно начало нового. Но надо будет какое-то время подождать, потому что всадник монетам всегда говорит о том, что это будет долго. Либо, знаете, еще партнер, может быть, такой незрелый, он еще, вот, он выкручивается, изворачивается не потому, что он хочет вас обманывать, а потому что он, не обязательно по возрасту он незрелый, в отношениях он незрелый. Он не знает, как себя вести, он не знает, как, с одной стороны, он вроде бы император, а с другой стороны, он всадник, молодой человек. Вот не обязательно по возрасту молодой, а вот именно по сознанию. И вот иногда вот, знаете, вот непонятные недоговоренности, непонятные хитрости, когда какие-то, вы постоянно теряетесь в догадках, что он хотел сказать, что он хотел этим показать, он это не специально делает. На самом деле, вот у него есть желание с вами продолжать отношения. Он вас очень хочет, желает, стоит на самом деле, стоит его ждать, появится. Но видите, какая-то незрелость присутствует. Пусть он посиповует немножко в себе, пусть он все это переоценит, пусть там поварится в своих мыслях, примет для себя окончательное решение, потому что гордость-то понятна, внешне он себя проявляет как император, но, знаете, если заглянуть внутрь вашего партнера, человека, которого вы загадали, он еще не зрел. Хорошо, стоит ли вам первой делать какие-то шаги? Ну, смотрите, карта напрямую говорит, если вам дорого то, что между вами было, если вы не можете отпустить, если вам дороги эти воспоминания, потому что между вами действительно было очень много хорошего, даже если сейчас, возможно, вы не общаетесь, но между вами действительно было очень много приятных каких-то впечатлений, воспоминаний. Когда человек от нас уходит, мы скучаем, мы же не помним плохое, мы вспоминаем именно все хорошее. И если вам действительно это все дорого, то, конечно, стоит делать первый шаг. Да, однозначно, королева карты жены еще, может быть, даже еще и брачные отношения. Поэтому будьте, вот знаете, мудрой женщиной. Мудрой женщиной такой материальной, знаете, такой мамой, женой, хозяйкой. Вот если вам дорого все, что между вами было. Если вы, кстати, женщина земного знака зодиака, то конкретно карта показывает вас и говорит, отвечает конкретно на этот вопрос, да. Стоит предпринимать эти действия и действовать, знаете, больше вот не, даже не сексуально как-то, не на эмоциях, не на чувствах, а вот именно через заботу. Такую материнскую заботу, женскую заботу. Нежность, чувства. Такие, знаете, не похоть какая-то, а вот именно тепло и ласка. Вот, ну давайте еще спросим, как действовать? Как действовать? Ну, активно действовать. Активно действовать, защищать свои позиции. Ну, в принципе, королева Пентакли, она уже говорит, как действовать, да. А девятка жезлов, она говорит, что надо защищать через мудрость, через силу. Видите, тут и змея, и заяц, и кролик. Змея – это мудрость, хитрость какая-то. Заяц – это тоже мудрость и хитрость. То есть, просто в разных религиях разные животные это обозначают. Вот через женскую какую-то действительно мудрость, теплоту, любовь. И все наладится, и возможно, еще даже будут какие-то стабильные и длительные отношения. Начало нового этапа. Вот такой вот у нас получился первый расклад. Так, второй расклад. Второй расклад у нас на колоде Ренессанса. Ну что, позвонит наш загаданный человек первый? Ну, знаете, карта Божьего суда. Действительно, человеку сейчас нужно хорошо подумать, принять решение. Решение будет принято. Причем, судьбоносная карта. Человек вам идет по судьбе. Очень ответственный период, потому что сейчас, как вот он решит на самом деле, он, может быть, поэтому и отстранился, потому что он понимает прекрасно, что нужно как-то либо расставаться, либо идти дальше. Потому что эта карта всегда говорит о том, что сейчас будут решения Божьи, Божьи, там, небесные решения принято. Либо в рай, либо в ад. Знаете, либо да, либо нет. Причем, по этой карте, если она выпадает, решения будут однозначно приняты. Нужно просто время. Так, ну что. Троечка кубков. Тоже хорошая карта. Человек очень скучает, переживает. Ну, видите, вот он пропал. Может быть, он еще и хочет написать вам, да, но пока он этого не сделает, должно пройти какое-то время, потому что он должен сам для себя все решить. Человек очень переживает, человек скучает. Человеку не хватает вас. Понимаете, он вспоминает ваши какие-то встречи, ваша тройка. В этой колоде эта карта не говорит о... То есть во многих колодах тройка кубков указывает иногда на любовные треугольники. В этой колоде нет. Здесь конкретно идут переживания. Переживания такие духовные, чувственные, эмоциональные. Даже я бы сказала, ну, не хватает. Не хватает человеку. Давайте еще позвонит, напишет. Ну, еще шестерка. Действительно, человек очень вспоминает. Скорее всего, да. Сейчас даже посмотрю, что напишет. Очень человек переживает, страдает. Шестерка кубков напрямую говорит о том, что человек прокручивает ваши отношения в голове. Это, знаете, уже история. Иногда эта карта говорит о семье, о детях, о том, что было, о прошлом. Ну, конкретно говорит о воспоминаниях. Вспоминает все ваши встречи, какие-то, знаете, чуть ли не с детства, да, историю ваших отношений. Очень переживает, действительно. Ну, нужно принять решение. И решение, знаете, такое вот. Он сам для себя должен понять, что ему нужно делать. Сейчас даже может дойти время человеку. Но он объявится. Даже если вы ничего не будете делать, он объявится. Давайте посмотрим, как он объявится. Ой, замечательно. Прискачет девочки очень скоро. Очень скоро. Вот, знаете, как ни в чем не бывало. Причем, скажет, соскучилась очень. Нежный, ласковый. Вот, знаете, прям вот с подарком, с чувствами. Одни кубки выпадают. Человек ваш... Второй вариант. Человек действительно вас очень любит. Если сейчас какая-то непонятная ситуация в ваших отношениях, возможно, даже семья вот по второму варианту может быть. Человек действительно очень скучает, переживает. Очень хочет к вам приехать, вспоминает. Он уже думает даже об этом. Очень долго. Даже, не знаю, меньше, чем месяц. Ну, недели две-три. Максимум. Даже на вопрос, стоит ли ждать. Ну, что у нас выпало? Четверка динариев – это карта стабильности. Такая карта больше материальная. Ну, стоит, ну, не знаю, проигрывается у меня в большей, конечно, степени, что это семья, какие-то стабильные отношения. И дождетесь, начнется этап стабильных отношений, причем таких уже не эмоциональных, а действительно начнете как-то уже задумываться над чем-то общим, да, вот какой-то стабильности. Может съехаться, может начать жить вместе, может, не знаю, но эта карта, она конкретно говорит о материальной стабильности. Поэтому ждать стоит и переходить на какой-то уровень. Ну, и шаг. Ну, давайте, если вы сделаете первый шаг. Семерка. Ну, в этой колоде эта карта, она говорит не о защите. Ну, да, в принципе, это не отстаивание своих интересов, а карта защиты. Хотите, если хотите, вот именно, если стоит цель такая, защитить ваши отношения с молодым человеком, ну, с загаданным вашим партнером, от каких-то внешних обстоятельств, да, это могут быть друзья, родственники, которые как-то вмешиваются. Да, если вы считаете это нужным, то вот таким образом можете сами сделать первый шаг. Конкретно, если вы разошлись, или у вас какой-то конфликт, связанный с внешними обстоятельствами, это может быть работа, друзья, родственники, которые просто вот лезут как-то. Если хотите, защитите, защитите ваши отношения, скажите, что вы, ну, не знаю, сами придумайте. Взрослые люди, вы сами знаете, куда вы идёте. Так, ну, в принципе, давайте ещё посмотрим, как стоит, как стоит пятёрочка кубков. Ну, это чувство. Как стоит? Ну, наверное, не сильно акцентируйте сейчас внимание на переживаниях, на каких-то. Если человек вернётся, либо вы сделаете первый шаг, не вспоминайте, потому что действительно человек выстрадал, выстрадал, для него это осознанное решение вернуться, прийти к вам, не напоминайте. Потому что пятёрка тоже карта такой депрессии, когда человек ничего не хочет, уже ничего не хочет, ни этих чувств, ни эмоций, отстаньте от меня, он разочарован. Поэтому вообще вот не напоминайте ему, ему будет очень тяжело. Вот такой вот у нас получился второй вариант, очень милый, хороший, замечательный. Человек придёт, вернётся очень скоро. Хотите, можете тоже сделать первый шаг, если вам дороги эти отношения. Вот такая вот позиция у нас замечательная получилась. Третий вариант. Третий вариант. Марсельская Таро. Такая большая, мне кажется, испанская, французская, испанская. Таро Марсельская. Что он вам сейчас расскажет. Хорошо. Позвонит ли, напишет ли человек первым? Карта мира. Так, ну смотрите. Такое ощущение, что две карты говорят о том, что вы находитесь на расстоянии. Причём очень большом расстоянии. Это может быть даже заграница, это может быть командировка, какие-то иллюзии, расстояния, переживания, надежды. Возможно, знаете, такие обстоятельства, что человек пропал не потому, что он пропал, а он не может выйти на связь, потому что... Ну, в двух вариантах. По этому сочетанию может проиграться один вариант. Отношения закончились, человек ушёл, и вы находитесь в иллюзиях, просто в иллюзиях и ждёте. Сейчас достану дополнительную карту. И по звезде вы просто надеетесь, что он вернётся. Но на самом деле отношения закончились. Либо вариант, который мне больше подходит, мне больше нравится. Вы действительно находитесь на большом расстоянии. Карта мира, она всегда говорит о расстоянии, причём о загранице. Карта говорит о переписке по интернету. Это интернет-связь, телефонные звонки. Звезда – это тоже расстояние. Это расстояние, ожидание, надежда увидеться. Давайте посмотрим. Я задам вопрос, какие у вас моменты сейчас. Пятёрка. Да, был какой-то конфликт, отстаивание интересов, но это не разрыв. Это не разрыв, тройка жезлов. Ну, знаете, это начало нового какого-то этапа ваших отношений. Действительно. Человек отстранился. Да, ушёл в себя. Вот мне просто нужно было разобраться, разрыв у вас или нет. Ну, может быть, у кого-то и проиграется, конечно, разрыв. Но я не вижу здесь разрыва. Так, может быть, конфликт, может быть, отстаивание каких-то своих интересов. Но всё это связано с тем, что нужно как-то переходить на другой уровень. Если это отношения по переписке, если это отношения с иностранцем, допустим, либо человек постоянно в командировках находится, то, конечно, нужно принимать какое-то решение и нужно переходить на другой уровень. Вот он ушёл в себя по отшейнику и пытается сейчас что-то обдумать. Хорошо. Напишет ли или нет? Давайте. Напишет, позвонит. Восьмёрка. Да? Да. Сейчас он занят работой. Действительно, человек очень занят. Это карта такого, знаете, кропотливого труда. А вот карта восьмёрочка, она говорит о том, что человек действительно очень добросовестно относится к каким-то своим обязанностям. Ну, карта напрямую говорит о работе. Он действительно занят. Это может быть, знаете, связано ещё с учёбой, с какой-то переквалификацией, с профессиональной подготовкой. Ну, у него значит такой усердный труд, и человек действительно сейчас ушёл в работу. Если вот у него были какие-то переживания, то, может, он специально ушёл в работу. Ну, человек, он сейчас занят тем, что он хочет действительно стоять твёрдо на ногах. Если он даже задумывается о том, что нужно переходить с вами на какой-то уровень, для него очень важна вот эта материальная стабильность. Хорошо. Что-то мы далеко ушли. Давайте позвонит, напишет ли. Ой, девочки, да. Напишет, позвонит. Ещё карта такого желания, страсти. Причём всё и сразу хочу, хочу, могу. Вот сделает все свои дела, обдумает всё, напишет, позвонит. Так, стоит ли его ждать? Давайте посмотрим. Пятёрка кубков. Ну, очень сильно переживаете, на самом деле. Очень сильно переживаете, эмоционируете. Ну, такая карта депрессии немножко. Уже ничего не хотите. Видимо, этот долгий период прошёл. Так, стоит ли ждать? Да, стоит. Придёт на свидание. Это тоже какой-то вот незрелый. Он ещё не определился. Незрелые ещё отношения такие. Может, вам самим надо проявить инициативу? Да, смотрите, карта семьи выпала. Карта стабильных отношений. Проявите. Инициативу проявите. Ничего в этом такого плохого нет. Да, можете даже проявить инициативу, написать, что соскучились. Желаете. Вы его, дьявол, когда выпадает, то есть у вас депрессия. Плюс вы очень хотите свидания с ним. Вы действительно хотите семьи с тем человеком. Сексуальная привязка. Ну, это в хорошем смысле. В том смысле, что вы просто так этого человека не отпустите. Запал он вам в душу. Просто так не отделаетесь сами. Поэтому, если вам себя не жалко, если вы хотите ещё мучиться и ждать по пятёрке кубков, ждите. Нет, можете написать, вот напишите, что будет. О, выпал король мечей. Что будет? Ну, если он сам такой. Ну, может, какое-то время будет холоден. Видимо, ещё не выстрадал, не подумал, как он себя будет вести. Будет как-то мяться, не будет знать, что делать. Ну, какую-то паузу, возможно, возьмёт. Будет... Если у вас король воздушного знака, то это он, либо человек такой холодный, знаете, может быть, военный, может, человек в форме, проходят все спортсмены, врачи, охранники, всё, кто носит форму. Либо такой человек, который не показывает свои эмоции, для которого чувство на последнем месте, главное, материальный недостаток, работа, бизнес. Ну, карта тоже об этом говорит. То есть, если будет вопрос стоять работы, либо свидания, человек пойдёт на работу. Ну, вот если сами проявите первые шаги, может, там зависнет на пару дней. Ребяточка. Ну, может, что-то планиционирует. Ну, смотрите, какая будет реакция. Сначала, может, ещё, вы переживаете очень сильно, либо у вас будет такое какое-то, знаете, выяснение отношений. Возможно, отношения тайные, ну, либо, действительно, он очень сильно переживает, но не хочет его показывать. По тайне, вот, не хочет показывать, потому что для него, ну, для него важно. Действительно, вот, может быть, по отшельнику и по девятке мечей человек сейчас депрессует, в депрессии находится. Вот вы переживаете, и он для него очень, ну, может, тоже переживает, что вы находитесь на расстоянии. Но потом по умеренности всё наладится. Причём такие отношения будут спокойные, умеренные, без, знаете, без этих вот вспышек, каких-то безумных эмоций. Ну, вот такой вот расклад. Стоит ли, стоит ли ещё ждать. Да. Либо ждите приедеть сам. Либо ждите, просто немножко надо будет пострадать. Ну, вот решайте сами. Здесь как бы, сами напишите, несколько дней зависнет, может быть, будут пытаться не показывать вам, что он действительно депрессует. Пропадёт на пару дней, потом появится, и начнутся умеренные отношения. Либо подождите, приедете сам на свидание, причём такое, знаете, будет романтическое свидание. Сама карта тоже говорит об этом. Очень не с подарком. Вот со своим кубком, со своей любовью, со своими чувствами приедет. Такой замечательный стритый расклад. Давайте посмотрим четвёртый. Второй лимонад. Позвонит ли, напишет человек. Ух, смерть. Так, ну что. Ой, девчонки, слушайте. Несколько, может быть, вариантов. Сейчас ещё задам вопрос. Ну, у человека происходит сейчас трансформация, действительно, перерождение. Я люблю очень эту карту. Знаете, всегда должно что-то умереть, чтобы родиться новое. Сложный период, поэтому... Причём, если у вас семья, да, то какая-то трансформация в семье. Если вы в любовных отношениях, да, человек понимает, что... И он будет принимать решение, что нужно с семьёй расстаться, если он находится в семье, человек в браке, чем-то пожертвовать, чтобы начать новый союз. Если вы в браке, то действительно у вас будет... Если вы смотрите на своего мужа, то человек действительно тоже понимает, что нужно что-то принести в жертву, начать с вами новый этап. Позвонит, объявится, напишет. Давайте посмотрим, как скоро. Как скоро. Пятёрка. Ну, в жезл, в любом случае, всегда карта говорит о чем-то... О скором времени. Ну, пять недель, до пяти недель, скорее всего. И, знаете, так придёт... Или напишет... Ну, таки моменты, как ничего не бывало, ещё будут защищаться. Типа, вы были не правы, а он был прав. Да, он какой-то... Надо будет взять паузу, принять решение. Вот он хочет вернуться победителем. Победителем плюс... Вы для него такой, знаете, награда. Он вас очень любит, ценит. Вы достойная женщина. Женщина успешная, мудрая. И он вас терять ни в коем случае не хочет. Вернётся до пяти недель. Объявится. Может, даже и раньше. Потому что и тут жезлов, и пятёрка жезлов. Вот так вот появится что-то... Может, позвонит или какую-нибудь гадость напишет. Такую, знаете, не мерзкую, а просто вот... Ну, как бы, типа, что-то подумала над своим поведением и пропадёт опять на несколько дней. Зависнет по двоечке мечей. Такой, знаете, вот как защита. Вот он хочет выйти из этой всей ситуации победителя. Понимаете? Оно действительно, на самом деле, человеку сейчас очень тяжело. Он всё это понимает. И он понимает, что нужно чем-то пожертвовать. Нужно... Вот я люблю называть эту карту не повешенным, а подвешенным, перевёрнутым. Нужно что-то перевернуть. Если человек женатый, ещё раз повторюсь, нужно принести в жертву что-то там своей семье, да? Либо перевернуть отношения. Если это ваш муж, то он прекрасно понимает, что нужно тоже трансформировать ваши отношения, что-то изменить, что-то наладить, что-то... Вот, знаете, начать заново. И тогда будет всё замечательно. Ну, вопрос, стоит ли ждать. Ну, похитрите как-то. Да, знаете же как? Ждите. Не делайте ничего сами, не надо. Будьте... Ещё раз. Сам объявится. Боже мой, девочки, очень скоро. Схитрите. Вообще вот никак. Игнорируйте человека, ничего не делайте. Будет всё равно... Всё будет так, как вы захотите. Когда выпадает карта мага, вот человек, который смотрит, девочки, маг – это человек, который... Мало того, что он знает, чего он хочет, да? Он ещё знает, как этого всего добиться. И если вы хотите, чтобы он вернулся, он вернётся. Вот, знаете, как-то своей энергией притянете, мыслями своими притянете. Будьте с ним хитрее. Конкретно как вот вам себя вести. Не надо, не пишите сами, он придёт сам. Придёт сам, причём карта всадник жезлов – это «хочу, люблю, не могу», «хочу всё и сразу», «активные действия». Всё будет так, как вы захотите. Действительно. Побольше хитрости, побольше... Где-то промолчите, где-то на что-то закройте глаза. Вы чётко знаете, чего вы хотите, и всё у вас будет. Давайте ещё раз спрошу, стоит ли первый делать шаги? Нет, отшельник. Не делайте первый. Вот, уйдите в себя. Вообще, сделайте вид вам. Вам всё неинтересно, вы вообще не ждёте его. Появится, подумает, подумает, решит, примет решение и придёт. До пяти недель максимум. Вот такой у нас получился четвёртый расклад. Подписывайтесь. Я очень всегда жду ваших комментариев, всегда читаю. Если не отвечаю, я просто ставлю лайк, ну, всегда прочитываю. Очень. Они у вас тогда такие эмоциональные. Очень замечательно. Спасибо большое за обратную связь, очень приятно. До скорых встреч. До встречи.